Слышала, что есть такое выражение Гусь Шадринский Что это такое? Откуда оно взялось? Алена Сергеевна Неупокоева, город Тюмень Я слышал про гуся Лапчатого Про гуся Хрустального Про Шадринского Ничего не знаю Значит, надо узнать Ну вот и зачем я ехал за Урали Вон Шадринск, здесь Катайск Где Шадринский гусь-то? Вот это вот, самый обычный домашний гусь Вот так вот развенчиваются легенды Я ехал искать Шадринского гуся А встретил обычного домашнего белого гусака Ну ладно, пойду и поищу Вдруг еще где-то он завалялся Где-то, 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 ребята, 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 ребята Вот он, Алена Сергеевна, гусь в Шадринске Смотрите, какая красивая птичка Нигде больше такое не увидишь Только в Шадринске А вот интересная легенда Давным-давно, во времена царствования Екатерины Великой Шадринск был городочком маленьким, уездным Воеводовал пьяница, вороватый И как-то в засуху летом пожар случился Пол города как языком слезало огнем Обрадовался воевода пьянчушка Под этот пожар можно все беды списать Все воровство и то, что они там набедокурили И пишет он такое письмо Екатерине Матушка, сгорело пол города Шадринска И таракан ушел из города Значит, и вторая половина сгорит Пришли к нам денег, чтобы восстановили мы город Шадринск Пришло это письмо к Екатерине Прочитала она и как начала хохотать Говорит, ну и гусь Шадринский Хотел бы я его посмотреть, такое придумал И пришла депеша в Шадринск Привезти гуся, посмотреть, что за гусь Шадринский Испугался воевода, но сметливый был пройдоха Говорит, поймайте-ка гуся вот там на речке и сеть И отправьте императрице Что и сделали? Отправили гуся в Петербург Приготовили по уральскому рецепту И понравился гусь Екатерине Сказала она, вот так гусь Шадринский Хочу еще их И с тех пор Стали разводить, ловить Отправлять в Петербург Шадринских гусей А как доставлять-то? Холодильников в то время не было Если эту птичку тушкой привезти в Петербург Она сгниет, стухнет И что придумали? Сейчас покажу Пешим ходом, две с половиной тысячи верст Гнали шадринского гуся По дорогам, по долинам И по взгориям Но Они же ноги стопчут Ходить по этим дорогам каменистам Что придумали? Прогоняли гусей через битум А потом, после битума По песку гнали И у них получалась Нога В шифованной резине И вот так вот В развалочку Две с половиной тысячи верст Шли мы с гусями В город на Неве И приходили они Крепкие Здоровые Эй, стойте, гуси-лебеди Домой, 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 домой Едят-то они вот Овес Это же гусь Он же чистая лошадь Ест то же самое Овес, травку Не ест антибиотики Насыпем у горстку антибиотиков Есть не будет Это китайский нападет и все съест А наши гуси натуральные Словом, шадринский гусь Это не только анекдот Это действительно Достояние России Таких гусей Днем с огнем не сыщешь Ну давайте, ешьте А вот и Сам город Шадринск Старинный город Больше трехсот лет ему И почти в самом центре стоит памятник Где барышня несет в лукошке гуся Шадринского А купец смотрит на барышню Или на гуся Нет, на барышню смотрит А в руках у него кошелек с деньгами Теперь вы понимаете, что это за птица гусь Шадринский Если памятник в городе не Ленину А мужику с кошельком И бабе с гусем О как Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому